18 сентября, 9-й отешли, утренняя молитва. Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Богу Всеногущему, Слава и Хвала, Аллилуйя, Спасибо Божию. Доброе утро, спасибо. Действительно, за все, за все, спасибо. Аллилуйя. Приветствую, кто подключается сейчас в прямом эфире. Трансляция утренней молитвы. С утренней молитвы я включаю трансляцию в 6 утра. Вот, милость вам и мир, и любовь, да, умножатся. Именно такую картинку я поставил заглавием на трансляцию. А, все, понятно. Так, вроде как есть, пошла трансляция. Да, приветствую. Слава Богу. Аллилуйя. Приветствую всех братьев и сестер, всех друзей церковной реформации. Приветствую. Слава Богу. Слава Иисусу Христу. С этой утренней трансляции. Всех друзей церковной реформации с этой утренней трансляции. Это прям как рифма получилась. Так, друзья, вот. И здесь теперь запись есть. Все. Слава Богу. Всех друзей церковной реформации с этой утренней трансляцией. И вот, значит, из послания Иуды, апостола Христова, я, значит, взял цитату для заглавия этой трансляции. Утренней молитвы. Вот. И это второй стих. Иуда написал короткое послание, которое даже на главы нельзя поделить. Это одна глава. И вот во втором стихе слова такие. Милость вам и мир и любовь да умножатся. Возлюбленные. Аллилуйя. Дальше пишет. А, ну и перед тем, вот он приветствуется, что он раб Иуда. Иуда. Раб Иисуса Христа. Иуда. Прекрасное имя. Хотя, в нашей культуре русскоязычный, русскоговорящий, русскопонимающий. Знаете ли, Иуда, скажи вот слово Иуда, обычно ассоциируется с предательством, там, с подлостью. Обычно вспоминается вот как раз Иуда Искариотский, чье имя стало таким нарицательным. Да, значит. Ну, увы. Но ведь Иуда это прекрасное имя вообще. Вот. Да. Да. Иуда хвалящий Господа. Восхваление Господа. Иуда. Это прекрасно. Восхваляющий Яхова. Восхваляющий Иегову. Это прекрасное имя. Иуда. Иуда. И это Иуда написал, ну, думаю, понимаете, да, кто подключился. Верующие-то знают. Для тех, кто может так еще знакомиться с христианством, знакомиться с Библией, это Иуда. Другой Иуда. Он пишет, раб Иисуса Христа, брат Иакова. Но он так смиренно пишет, брат Иакова. А Яков брат чей? Иисуса. По плоти. Как мы говорим, да. Значит, получается, в семье Иисуса было много детей. У него было пятеро братьев. Вот. А двоих из них известно точно, что они стали его учениками. Последствиями и вот служителями божьими великими. Это Иаков и Иуда. О других мы можем лишь догадываться. Вот. По некоторым вот мнениям отцов церкви, ранней церкви, его все братья и сестры его все, они стали верующими. Именно, ну, они были верующими, но в смысле они уверовали в Иешуа, в брата своего, как именно в Христа, помазанника Божьего, вот, сына Бога Живаго, что он не просто сын Иосифа, да, или Марии, не, не, ну, ну. Они веровали, что он действительно сын Божий, вот, спаситель мира, Христос. Но двое из братьев его, они стали, вот, великими служителями. Действительно достойными такой, да, такого почтения. Вот мы до сих пор перечитываю эти послания, восхищаемся их деяниями, их деяниями Духа Святаго, через них совершенными два тысячелетия назад. Яков и Иуда, два брата Иисуса. В семье Иисуса было пять братьев, так, по крайней мере, в Библии они перечисляются. Возможно, были еще, но, как бы, вот, о пятерых точность мы знаем, пятерых, пять имен. И сестры, там написано сестры, но там стоит греческое слово, которое, исследовав, значит, исследователи приходят к выводу, что там идет речь не о двух сестрах, но что там о большем количестве сестер. Ну, то есть, многодетная семья, по-нашему, это очень даже многодетная семья, по-нашему времени. Но в то время это не было совершенно обычная семья, вот, иметь там, допустим, 10 детей, в то время это было, ну, нормально, обычно, вот, значит, повсеместно это было. Вот, большие семьи, да и, в принципе, до недавнего прошлого это было обычным явлением. Вот, еще лет, да, там, 70 назад, лет 100 назад особенно. Это было вообще обычным явлением. Вот, значит, и Яков становится верующим, уверовал в брата своего Иисуса, как Христа, как сына Бога Живаго. И Иуда также уверовал и был служителем Божьим, он пишет, раб Иисуса Христа. Он мог бы написать сразу, что брат Иисуса Христа, но он, знаете ли, подчеркивает, что, вот, вообще, когда человек близко знает другого человека, да, очень сложно, как бы, осознать его величие, допустим, если это великий человек, великий служитель, очень сложно осознать его, вот, ну, значимость такую, знаете ли, обычно великое на расстоянии оно, вот, видится. Большая, большая картина, она с расстояния, большого расстояния она хорошо видится. Вот, и большое полотно, допустим, там, там, многометровое, там, надо отойти подальше, чтобы увидеть всю эту красоту. Конечно, здесь вблизи кое-что видно, но когда отойдешь, ты видишь всю эту картину, огромную, там, допустим, монументальную, монументальное полотно какое-то, допустим. Вот, и обычно поэтому пророков в самоотечестве нет, вот, значит, особенно у сродников своих, как Иисус говорил. И мы знаем, что Мария с детьми, они пришли однажды Иисуса забрать с проповеди, потому что, ну, тоже поверили, что он сумасшедший, сошел с ума. То есть, они не веровали в него, написано, родственники в него не веровали. То есть, действительно, им было сложнее всего в Израиле, сложнее всего, ну, не считая, там, религиозно-мафиозной структуры, значит, коррумпированной, продажной, тогдашней, вот, храмовой, которая была под, значит, мамоной, под колпаком государства и оккупантов римских, и своих тоже беспредельщиков. То есть, получается, вот против чего выставали-то, как бы, и зелоты, значит, и, особенно, и есеи, да, вот, которых Иисус не обличал, кстати, да, он, действительно, он тоже во многом поддерживал вот эти есейские настроения. Слава Богу! Так что, друзья, дамы и господа, вот, и, слава Богу, Мария, как мама, да, она слагала в сердце, ведь когда-то слова сказаны ей, в частности, вот, Шимоном Цадиком, да, праведным, Симоном праведным, Духом Святым были сказаны слова, и Мария складывала свое сердце. Вот, вот, и, слава Богу, Мария уверовала в сына своего, как не просто даже сына своего, а как именно в сына Божьего. Уверовала в него, хотя ей, как говорит, сам Бог верил, ведь она была даже забеременела от Духа Святого, то есть, ну, даже ей было сложно, любому человеку сложно. Это вера, это дар свыше, вообще-то, это дар Божий. Я благодарю Бога за дар веры, благодарю Бога, что Он спасает нас. Без Него, даже переживая, как Мария, допустим, чудеса великие, имея, вот, казалось бы, веру и все, будучи рабом Господнем, да, все. Но, это дар, всегда понимаешь, что это дар Божий. И, слава Богу, Мария уверовала, и она была среди верующих тех, немногих, человек 120 их было, хотя Иисус тысячами людей являлся воскрешен, но однажды более 500 братьев написано являлся, то есть, там наверняка и сестры были, и дети, то есть, это тысячное собрание. И представьте, значит, но дождалось обещанного от Отца человек 120, то есть, не так-то и много. Но это были верные, это были верные святые братья, сестры, мужчины и женщины. Обычно картину Пятидесятницы Шивот рисует у нас в православной традиции нашей, допустим, церковной, там только 12 или 13, включая Мария, маму Иисуса Христа. Но, знаете ли, на самом деле эта картина ложь. Полуправда бывает хуже, чем откровенная ложь. Вот, это такая полуправда, которая, ну, почти что ложь. Дело в том, что там было 120 человек, почти 120. Вот, ну, в этикете того времени, это означало, ну, допустим, 119 человек. То есть, там почти 120 человек. И там не писали 119, 118, писали, 120, около 120. Вот, значит, и вот это собрание исполнилось Духом Святым. И там была Мария, Мария, мама Иисуса Христа. Она была среди верующих, слава Богу, спасибо Господе за маму Иисуса Христа. Спасибо, что она уверовала, спасибо, что она была там, в собрании верных и святых, когда сошел Ро Акадош, Дух Святой. И вот вопрос о братьях его. Вот, Яков уверовал, Иуда уверовал, слава Богу. И он пишет послание свое призванным, призванным. Он это очень четко понимал, я убежден, он это очень хорошо понимал. Призвание, суд призвания. Призванным, то есть, это тем, кому пришло приглашение. Знаете ли, ты не можешь сам вот взять и себя пригласить на какой-то пир. Допустим, вот ты проходишь, вот я сколько раз наблюдал, допустим, проходишь, допустим, даже по Киеву здесь, допустим, да, какой-то дорогой ресторан какой-то. И там много машин там запарковано, значит, там таких дорогих, там люди выходят, такие, ну, как бы в таких дорогих костюмах, там, значит, ботиночках, там, платья дорогие, такие, там. Вот, значит, швейцар, там, ну, это вот швейцар, прислуга, они в таких, там, тоже таких одеждах, знаете ли. А ты проходишь мимо, значит, и вот так вот смотришь на это, вот, да. Ты же не можешь сам себя пригласить. То есть, даже если ты попытаешься зайти, допустим, на такое, как бы, мероприятие, да, там, какая-то свадьба, там, например, какое-то мероприятие, годовщина, допустим, какая-то, юбилей какой-то, вот, то тебе скажут, а вы приглашены? Скажешь, а я сам себя пригласил. Мил человек, извините. Здесь только для приглашенных. И вот, знаете ли, интересно, само слово церковь, экклезия, означает приглашенные, откликнувшиеся на приглашение, пришедшие по приглашению. И приглашение это дает сам Господь Бог Всемогущий. Он приглашает всех вообще, он всех приглашает. Но есть сегодня, скажу так, вот эта тайна, не все откликаются на приглашение. Допустим, опять та же самая сцена, вот ты идешь мимо, там, дорогого ресторана, люди стоят, значит, у тебя приглашение, а ты хочешь сам зайти, не показывая приглашение, ты должен показать это приглашение. Вот, интересно очень даже. Вот Бог дает эту веру нам, и приглашает нас, и сам же приводит нас, и дает нам это удостоверение, что мы приглашены. Удивительно, Господь, спасибо. Призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом. То есть, вот процесс, да, ты приглашен, и, значит, призванным, которые освящены Богом Отцом, отделены, значит, получается. Бог берет и, например, тебя отделяет, да. Вот это я представляю, как, допустим, все, он тебе дал приносительную, вот ты уже здесь, и ты получаешь, и ты показываешь на этом, ну, контроле, там, швейцару, кому приглашаешь, значит, секьюрити этим, ты показываешь приглашение, все, ты приглашен. А дальше написано, и сохранены Иисусом Христом, классно, слава Богу. Иисус, как брат нашего, он выходит к Господе, Спаситель и брат наш, и говорит, ну, вот тебе одежда, оденься. Вот, хороший костюм возьми, вот, обувь тебе дорогая, там, вот, значит, там, все, чтобы ты соответствовал, как бы, здесь, всему этому собранию, вот, и, и вот дальше вот это слово, его послание в чем, собственно, милость вам, и мир, и любовь, да умножатся. Братья и сестры, милость, мир, любовь, да умножатся. Благоставляю всех вас, дорогие друзья, пусть и милость, и мир, и любовь умножатся. Аллилуйя, аминь. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Царь Вселенный, благословен ты, Бог наш, благословен Господь, благословен Бог наш, аллилуйя. Слава тебе, Боже Всебогущий, милость, любовь, мир, аллилуйя, аллилуйя. Умножаются в нашей жизни, слава тебе, Господь, аллилуйя. И сегодня, сегодня 19-е у нас сентября, 18-е, извиняюсь, 18-е, да, 18-е сентября. Просто я слежу по, значит, обычно по календарю библейскому, вот, и гражданский даже уже начинаю путать, уже перехожу на библейские даты. Да, 18-е сентября, значит, 2018-й год, в библейском исчислении сегодня 9-е, то самое знаменитое число, да, 9-е седьмого месяца, 9-е чешли, о котором вчера я читал из Левит, 23-я глава. И вот сегодня вечером мы начинаем вот эту молитву, ну, и сегодня весь день, 9-е число, собственно, сегодня, вот, значит, мы сегодня молимся, сегодня совершаем это вот, ну, будем так говорить, празднество Господне. Хотя в традиции еврейской это называется Эраф Йом-Кипур, то есть, как бы, предпразднество Йом-Кипура, предпразднество этого торжества. Дело в том, что Йом-Кипур, это день, вот, сегодняшний, завтрашний, да, вот, как раз обозначен Йом-Кипур, как именно день, когда в древности, когда храм существовал еще, тот неразрушенный в Иерусалиме, то первосвященник, великий первосвященник, он заходил во святое святых Иерусалимского храма и заходил с кровью жертвенного животного, ритуально обескровленного козленка. И, дамы и господа, братья и сестры, удивительно, два тысячелетия назад Агнец Божий, Иисус Христос, заклан был за нас. И Он взял на Себя наши немощи, понес наши болезни, и ранами Его мы исцелились. Иисус Христос, Сын Бога Живаго. Иисус Христос, Он принес Себя непорочного Богу за нас. Принес Себя непорочного Богу. И со Своей драгоценной кровью Он вошел во святое святых. Сейчас я совершу хлевопроломление причастия. Прошу, братья и сестры, верующие, присоединитесь. Налейте себе соку или просто воды. Иногда причастие хлевопроломления я беру просто воды. Вот, и хлеба, любого хлеба, здесь не качество хлеба, важно или качество вина, а качество нашей веры, нашего рассуждения об этом таинстве. Вот, а здесь у меня сок винограда, а здесь у меня есть еще и немного лаваша, вот этого, как я назвать, не лаваша, но лепешка. Лепешка, ну да, они говорят лепешка. Слава Богу. И само причастие, само хлебопроломление, Евхаристия Божественная, это благодарение, восхваление. Потому что Иисус, Он, возблагодарив, преломил хлеб, я сегодня преломляю хлеб, возблагодарив Бога, благословен Бог наш, Царь Вселенной, давший нам хлеб из земли. И возблагодарив, Он поднял чашу, бокал последний, тот пятый, о котором вчера говорил тоже вечером. Иисус сказал, это есть тело Мое, и пейте из нее все, это есть кровь Моя, нового завета кровь, которая проливается за вас в оставлении грехов. Иисус стал великим первосвященником, который ни с чужой кровью, ни с кровью агнцев, козлов, ни с кровью жертвенной, нет. Он с жертвенных животных, Он со своей кровью жертвенной зашел. В реальное небо, в самое небо, когда Он умер на кресте, то Он возопил, совершилось. Совершился наш Йом-Кипур, друзья, братья и сестры, совершилось. И в Йом-Кипур 30-го года нашей эры, жертва уже в храме не была принята Богом. И последних 40 лет еще храм существовал после этого восклицания. И жертва на Йом-Кипур не принимала Всевышним Богом. Этому были очевидные доказательства. Все говорил о том, что Иешуа и есть тот самый Машех, сын Бога, живого, спаситель мира, Христос. Спасибо тебе, Господь. Благостави сегодня Израиль, благостави сегодня всех евреев по всему лицу земли. Благостави сегодня, Господь, Иерушалаем, город мира, город царя великого царей, Господа господствующих. Благостави, Господь, сегодня, в этот девятый день, седьмого месяца, я смиряю душу свою, Божию, и благодарю Тебя, Господь. Смиряю и говорю действительно слова Твои. Смиряюсь, хотя по-человечески это очень сложно, но это невозможно без Тебя сделать. Я смиряюсь действительно, Боже. И я признаю, что Ты меня простил полностью, омыл кровью Сына Своего, Иисуса Христа. Ты простил меня полностью то, что было, то, что есть, то, что будет. Омыл меня не жертвенными животными кровью их, а кровью Сына Своего, Иисуса. Спасибо. И я Сын теперь Твой, Боже, вовеки. Папочка, Папа, Абба, Авину, Малкейлиум, Шеба, Шамаю. Отец мой, Царь мой, Сущий на небесах, Абба, Папочка, Папуля, Папенька, Бог мой, благодарю Тебя. Благодарю Тебя, Папочка, благодарю Тебя. Это великое таинство Божие. Я благодарю Тебя за чудо. Тело и крови Сына Твоего. Боже, спасибо. Спасибо. Тело Христово примите, братья, сестры, источника бессмертного. Вкусите. Аминь. Аллинуй. Спасибо, Господь. Спасибо. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь, спасибо. Благодатью я спасен, это не от меня, это Твой Божий дар. Спасибо, Господь. Спасибо. Спасибо, Господь. За жизнь, Лехаим, ты отдал свою жизнь за жизнь всего мира, Господь мой, Царь мой. Иешуа, Иешуа, Машех, Иисус Христос, спасите мой, Господь мой, Бог мой, брат мой, Царь мой. Спасибо тебе, Господь. Аминь. Аминь. аминь благословляю вас братья и сестры дорогие друзья благословляю во имя иисуса христа пусть бог авраама исака израиля сегодня в этот день святой благословит вас 9 число 7 месяца от нашего исхода 7 9 чашли 5 тысяч семьсот семьдесят девятого года спасибо тебе господь заем день покрытие грехов день все прощения судно день спасибо господь спасибо благодарю тебя благодарю тебя господь за то что верующий на суд не приходят за то что имея сына божьего иисуса христа своим господом спасителем как подсудимый на суд не приходит но как свидетель твой благодарю тебя господь за великую тайну сию благодарю тебя господь за жизнь вечную бесконечную счастливую пресчастливую спасибо мой царь и бог спасибо господь аминь братья сын и сына божьего иисуса христа спасителем господом имея мы действительно благодатью спасены по вере и это не от нас это божий святой божий дар подарок не просто даже подарок судьбы подарок бога творцам самого через кровь иисуса христа иисус спасибо за все спасибо 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 благодарю что свободу мне дал что за меня жизнь свою ты отдал о спасибо о господь спасибо о господь спасибо мой бог спасибо 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 благословляю вас да благословит тебя господь и сохранит тебя да призрит на тебя господь светлым лицом своим и помилует тебя да обратит господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя иисуса христа аминь 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 благословляя вас сегодня вечером 6 часов вечера подключайтесь на продолжение семинара йом кипур день искупления в день все прощения сегодня тоже планирую записать как раз на эту тему еще программы пусть бог благословит вас всех дорогие друзья с миром божьим